Музыка По поводу коммунальной аварии мы так упоенно и вместе принялись искать и даже назначать виноватых, что напрочь забыли о второй и главной части вечного русского вопроса. Что делать? Здесь все гораздо сложнее. Износ сетей по всей стране. Я вместе с вами, уважаемые зрители, очень надеюсь, что у власти есть хоть какой-нибудь план. Как там в официальных релизах? Просим отнестись с пониманием? Да мы понимаем. Это итоговая информационно-аналитическая программа телекомпании ТВН. Время местное событие недели. Здравствуйте, я Игорь Гурьянов. Мы рассказываем только о том, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием. И то, что действительно волнует, радует, беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. Тепло как главный фактор жизнеобеспечения. История одного коммунального ЧП в цифрах, фактах, комментариях. Почему радиаторы в квартирах становились теплее с большим опозданием? Не выбрасывая елку, будь в тренде, магнитогорские эко-активисты организовали сбор отслуживших в праздник новогодних деревьев. Теперь обитатели зоопарка в Абзаково не испытывают витаминный голод. Оглянись, незнакомый водитель. Может быть, ты просто не заметил, что припарковался на остановке общественного транспорта. Сотрудники ГИБДД вышли в очередной рейд, чтобы освободить остановки. Друг, учитель, редактор и все в одном лице. Один из самых опытных журналистов Магнитогорска Валентина Никифорова отметила юбилей, с которым ее поздравили ученики и коллеги. Так вот ты какой, северный олень, нехарактерный обитатель поселился в Абзаковском зоопарке. История появления рогатого новосела в репортаже нашего корреспондента. И сейчас об этих и других событиях более подробно. Крупная коммунальная авария произошла в Магнитогорске вечером в среду. На участке теплотрассы, который находится возле цирка и центральной городской ярмарки, произошло повреждение. В результате чего без тепла и горячей воды остался весь Правобережный, а также значительные части Ленинского и Орженкидзевского районов. Как проходила ликвидация ЧП, журналистам рассказал директор трестотеплофикации Вадим Агафонов. Прорыв теплотрассы диаметром 700 миллиметров, который питается от ТЭЦ, произошел примерно в 17-15-24 января. В результате аварии больше всего пострадал Правобережный район. Однако отключения были и в Ленинском и в Орженкидзевском районах. В течение трех часов данное повреждение и дальний участок был отключен от основной магистрали. Но ввиду значительного повреждения вся вода, весь теплоноситель с Правобережного района условно вылетел в трубу. И мы остались с пустыми тепловыми сетями, что не дало нам возможности продолжать поставку теплоснабжения. После отключения поврежденного участка сотрудники теплофикации начали снабжение домов по альтернативным теплотрассам. В какие-то дома тепло начало возвращаться уже вечером. Ночью порядка 150 домов перевели на снабжение от Пиковой котельной. Однако множество домов провели с холодными батареями всю ночь. Для того, чтобы сейчас полноценно вернуться к теплоснабжению всего Правобережного района, нам необходимо полностью заполнить теплоносителем все наши сети. То есть, зная город Магнитогорск, гора, вот сейчас, грубо говоря, теплоноситель с параметрами необходимыми есть за улицы Советской. И сейчас мы нормализуем режимы, соответственно, выгоняем воздух и подаем теплоноситель в дома, у людей потихоньку постепенно возвращается отопление. По словам директора теплофикации Вадима Агафонова, окончательно последствия аварии должны быть устранены уже совсем скоро. Задача стоит сегодня запустить отопление всюду. Львиная доля сейчас ляжет на управляющей компании, потому что мы со своих теплотрасс воздух скинем довольно-таки быстро. Мы не в курсе, мы с ними на связи постоянно. При этом после инцидента по-прежнему остается много вопросов. В соцсетях многие жаловались, что было невозможно дозвониться по аварийным номерам теплофикации. Вызывали аварийные бригады, собирали диспетчерскую. У меня в диспетчерской я провел там ночь, извините, что не брит и так далее. То есть там все бригады, все сидели на телефонах, организовывали работы по ликвидации предприятий. Когда появлялась возможность, человек садился и извечал добросовестно жителей. И самый главный вопрос, почему такая авария вообще случилась. Опять-таки, по словам Вадима Агафонова, прорыва на этом участке не ожидал никто. Мы регулярно проводим гидравлические испытания и не раз принимаем давление, очень серьезное давление, 18-20 атмосфер. Здесь при 10,5 атмосфер случилось такое повреждение. Требуется большая аналитика. При этом отдельно отметим возраст трубы, на которой случился прорыв. Труба больше 40 лет лежит. То есть до точных данных не имеем. Но на этом участке, ну, по крайней мере, порядка 10 лет не было ни повреждений, ни на испытаниях, ни в работе момента. Информацию, сколько в Магнитогорске еще участков, где прилегают трубы по 40 и более лет, журналистам не озвучили. Павел Бресенев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИ. В администрации города состоялось большое аппаратное совещание. На повестке было два основных вопроса о мерах социальной поддержки участников специальной военной операции, а также предупреждение ликвидации чрезвычайных ситуаций. И, конечно, глава Магнитогорска уделил внимание теме коммунальной аварии, которая произошла в городе вечером в среду. Подробности далее. Сегодня делаем много для того, чтобы тем бойцам, людям там на передовой служилось более-менее спокойно, хотя бы они были уверены за свои тылы. Мы сегодня наряду с федеральными, региональными мерами еще и свои реализуем всевозможные инициативы. В период СВО постоянно расширяется перечень военнослужащих, охваченных мерами социальной поддержки. Если с начала специальной военной операции помощь оказывалась только мобилизованным и их семьям, то на сегодняшний день охвачены поддержкой и другие категории военнослужащих. В августе 2023 года в Челябинской области принят закон о предоставлении бесплатных земельных участков военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами за заслуги в ходе специальной военной операции. В случае гибели военнослужащего во время СВО или смерти в результате полученных ранений, участок могут получить члены его семьи. С 1 января этого года взамен земельного участка возможно получение денежной выплаты на улучшение жилищных условий в размере 330 тысяч рублей. Предусмотрен еще ряд мер социальной поддержки для членов семей военнослужащих. Предоставление бесплатного двухразового питания для школьников и бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте. Внеочередное предоставление детям путевок в загородные лагеря, единовременная выплата в размере до 200 тысяч рублей на приобретение внутридомового газового оборудования и многое другое. В сфере внимания администрации города находится порядка 1200 семей военнослужащих. Итоги деятельности городского звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подвел Олег Жестовский. В сфере обеспечения пожарной безопасности, прохранения жизни и здоровья людей в прошедшем году были проведены следующие мероприятия. В этом году проводилось обучение информирования населения правил пожарной безопасности, распространение памяток о соблюдениях требований. В 2023 году проинформировано более 60 тысяч человек. В прошлом году на территории города зафиксировано более 800 пожаров. В них погибло 15 человек. Травмы получили 35. Материальный ущерб составил свыше 80 миллионов рублей. Спецслужбы контролируют безопасное поведение людей на территории водных объектов, безаварийный пропуск паводловых вод, профилактику распространения особо опасных болезней животных, ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Сергей Бердников прокомментировал недавнюю крупную коммунальную аварию в Магнитогорске, что произошло вечером в среду. Напомним, на участке теплотрассы, который находится возле цирка, случился прорыв трубы. В результате без тепла и горячей воды остались правобережные части Ленинского и Орджоникидзевского районов. Повреждения трубы устранили. Сейчас ведутся работы по доставке тепла в квартиры горожан. Сам процесс, процедура принятия воды, она, конечно, теперь очень трудоемкая. Где-то и успели образоваться воздушные пробки, где-то произошло и подмерзание на чердаках. Поэтому сегодня в помощь управляющей компании, вчера уже были сформированы дополнительные бригады, в ночь порядка 70 человек работало, сегодня с утра порядка уже 170, наверное, до 200 доведен человек. А сегодня на утро осталось еще 48 домов, где частично принято тепло, частично нет. Поэтому задача сегодня, вот, надо, чтобы в самые кратчайшие сроки теплоноситель появился в каждой квартире. Дин Новый, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. И в продолжение официальной хронии. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил Государственной жилищной инспекции Челябинской области составить рейтинг управляющих компаний по ликвидации последствий снегопадов. Задача была поставлена сразу после новогодних праздников. По информации областной государственной жилищной инспекции, к сегодняшнему дню проблемы, находящиеся в зоне ответственности управляющей компанией, решены по всему региону на 80%. Проверки территории продолжаются. На одну из них побывала наша съемочная группа. Елена с дочкой по привычке идут по правой стороне тротуара, подальше от дома. В левобережной части города немало улиц, в том числе здесь, на Пушкино, где пешеходы вынуждены ходить практически под крышами. После небольшой оттепели по всей длине кровли сосульки, которую управляющая компания «Пионер» устранять не торопится. Кроме того, на эту сторону дома выходят и подъезды. В такой ситуации очень важно следить за состоянием кровли, поскольку от схода снега или сосульок могут пострадать как жильцы, так и прохожие. Вот здесь сосульки с крыши падают, и нам приходится ходить чуть дальше. Стараетесь обойти? Да, стараемся обойти. Видели, падали сосульки? Ну да, было немножечко. Но в этом году чистка снега не очень, честно сказать. В этом году? Да, по всему левому берегу, но мне кажется, и по правому так же. Начальник Магнитогорского отдела ГЖИ Екатерина Емельянова фиксирует нарушение. Проверка проходит без взаимодействия с контролируемым лицом. Специалисты инспекции не ставят в известность работников управляющей компании или подрядной организации, ответственных за уборку. Как мы видим, многоквартирный дом расположен с уличной стороны. Подъезды выходят на проезжую часть. И над подъездами, и над тротуарами имеется большое скопление наледий в виде сосульок. В этот момент будут зафиксированы, составлены документы по результатам контрольно-надзорного мероприятия. И управляющей компанией будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства. Жители дома 36 Попушкина не жаловались в инспекцию на свою управляющую компанию. Специалисты ГЖИ сами выбрали его. По словам Емельяновы, приоритет в выборе объектов для проверки отдается малоэтажной застройке. От двух до пяти этажей со скатными крышами. Сблизко расположены к зданию пешеходной зоны стоянками машин. То есть там, где нужно обеспечить безопасность жителей транспорта. Работают в ГЖИ и по жалобам жильцов. А их в январе было немало. И в связи с большим выпадением осадков в 2023 году, в начале 2024 года, имеется поток обращений, направленный на содержание придомовой территории. И, конечно, своевременной очистки. В ГЖИ показывают не только отрицательную примерную работу управляющей компанией, которая серьезно относится к своим обязанностям. Советская 123 территория обслуживает управляющая жилищно-эксплуатационная компания «Дома прав М». Здесь видно, что придомовая территория убрана, дороги, тротуары посыпаны. В целом могу сказать, что управляющие компании по окончании праздничных дней приступили к уборке придомовой территории. И по выездам, которые мы совершаем ежедневно, можно сказать, что подходы пешеходной дорожки в большей степени очищены. Напомню, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Тексера, Государственная жилищная инспекция Челябинской области совместно с органами местного самоуправления составляет рейтинг управляющих организаций. Сейчас ГЖИ обрабатывает обращения граждан по всему региону, а также объезжает территорию, обращая особое внимание на очистку от снега, наледи, сосулек и мусора. У нас есть сейчас ряд обращений, по которым мы будем проводить контрольно-надзорные мероприятия, которые заканчиваются у нас протоколами о привлечении к административной ответственности. И, возможно, даже по многим будут выданы предписания, если управляющие организации не проведут мероприятие по ликвидации. А есть часть обращений, где мы выезжаем, вот с той недели мы активно ездим, у нас несколько выездов в день по Челябинску и по крупным городам. Да, мы выдаем свои акты, но это уже не имеет такой рекомендательный характер в форме предостережений. Ну и управляющие организации стараются в кратчайшие, там, один, два, три дня ликвидировать проблему. Как сообщили в ГЖИ, рейтинг составляется для информирования граждан, так как не все собственники знают про возможность смены управляющей компании. После того, как будет составлен перечень домов, где были выявлены проблемы, жителям этих домов будет предложено составить письменное обращение в орган местного самоуправления о возможности смены управляющей организации. Юлия Черешнева, Денис Иванов, телекомпания ТВИ. Тем временем в Челябинской области вновь выросла плата за капитальный ремонт. Сумма составляет 11 рублей 80 копеек за квадратный метр жилья. Повышение составило 5,3%. Отметим, квитанции с новыми суммами горожане получат уже в феврале. Подробности у нашего корреспондента. Тарифы на капитальный ремонт стабильно пересматриваются раз в год. Увеличение взноса рассчитано на основании индекс дефлятора инвестиции в основной капитал. Минимальный размер взноса устанавливается ежегодно и действует весь календарный год. В прошлом году размер взноса составлял 11 рублей 20 копеек за квадратный метр. Сейчас он вырос до 11 рублей 80 копеек. Данное изменение было утверждено правительством Челябинской области. Стоит упомянуть, что существует возможность возврата средств за капитальный ремонт. Предусмотрены следующие категории льготников. Под такие категории попадают пенсионеры старше 70 лет. Эта выплата состоит 50% от суммы взноса на капремонт. Пенсионеры старше 80 лет. Эта выплата состоит 100% от суммы взноса за капитальный ремонт. Инвалиды первой и второй группы. Дети инвалидов или граждане, имеющие инвалидов до 50% взноса. Ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей. Инвалиды и ветераны боевых действий. Отметим, что все льготы носят заявительный характер. Оформить компенсацию можно в соцзащите, МФЦ или на сайте госуслуг. Начиная с прошлого года региональным операторам ведется большая работа с должниками. Было заключено несколько контрактов с юридическими компаниями. Как итог, выросла собираемость. В Унитогорске в 2023 году начислено 935 млн 409 тысяч рублей. На счет регионального оператора в 2023 году поступило 961 млн 274 тысячи. То есть сумма выше начисленной. Но эта сумма сформировалась с учетом того, что в этом году активно взыскиваются деньги с должников. Неоплата капремонта может повлечь за собой ряд последствий. Они включают в себя пени, штрафы и судебные иски. Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Это время местное событие недели и мы продолжаем. Деревья пилят, ветки летят. В сквере металлургов проводятся плановые работы по омолаживающей обрезке вязов и кленов. Эту общественную территорию в 2024 году ожидает масштабное преображение в рамках программы «Комфортная городская среда». Коснется оно и зеленых насаждений. Подробнее в нашем материале. В малой верхней части сквера металлургов в общей сложности произрастает 90 деревьев. В большой и нижней в два раза больше. В основном это клены и вязы астролистные. И почти все они солидного возраста. Их дальнейшую судьбу решала специальная комиссия. Как итог, деревья, которые имеют качественные характеристики, было решено подвергнуть глубокой обрезке, чтобы стимулировать в дальнейшем образование новой кроны. Аварийные насаждения будут ликвидированы и впоследствии изменены новыми саженцами. В настоящий момент у нас как раз-таки идет голосование по выбору концепции озеленения данного сквера. Предлагается жителям города выбрать, какой породный состав здесь будет представлен. Будут ли это лиственные деревья, либо хвойные, либо это будут смешанные деревья. Омолаживающая обрезка по стандарту проводится раз в десятилетия. При этом полностью убирается крона дерева. Остаются лишь основные ветки, на которых потом вырастут молодые побеги. Кромно обновляется. Дерево не несет больших повреждений. И такой вид обрезки способствует сохранению дерева, способствует обновлению его кроны. Последняя омолаживающая обрезка проводилась в Твери-Металлург в 2006 году. Практика показывает, в первый же теплый сезон деревья обрастают новые кроны до двух метров. На них появляются очень быстро побеги. Причем появляются побеги сразу по всей высоте ствола, начинают основания. На следующий сезон начинают формировать штамп дерева. То есть убирают нижнюю часть побегов, чтобы развивалась дальше крона. Омолаживающие и санитарные обрезки – это помощь не только зеленым насаждениям, но и горожанам. Мы поддерживаем обрезку, потому что, когда бывают сильные ветра, и в мае, июнь очень много веток, и больших веток ломаются и падают на тротуар. Это опасно, конечно. Поэтому мы поддерживаем. И обращаемся ко всем жителям. Проявить максимум терпения. Пока будут выполняться работы. Ветки деревьев после обрезки отправляются на переработку в щепу, которую потом будут использовать как мульчирующий материал. Кстати, в сквере металлургов планируют высадить еще минимум 300 новых деревьев. Дина Наумова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Важно мнение каждого. Жители города просят оценить эскизы дизайн-проектов в пяти скверах. Они стали лидерами среди общественных территорий, которые были предложены горожанами. В Магнитогорске стартовал очередной этап реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды, инициированной партией «Единая Россия». Как выглядят эскизы и где оставлять свои предложения, расскажем в нашем следующем сюжете. Возглавляет пятерку лидеров сквер детский, расположенный напротив администрации Орджоникидзовского района. Он набрал 1225 голосов. Данный проект предполагает устройство игрового кластера, а также тематическое оформление территории в ярких цветах. Также будут воркаут-площадка, современная система освещения, асфальтовые дорожки и много зелени. Сквер Лермонтова – еще один претендент на победу. Здесь дизайнеры намерены сохранить авторскую задумку и наполнить территорию атмосферой литературы XIX века. Планируют привести в порядок скульптуры, ограждения, добавить тематическую входную группу и необычные арт-объекты. Например, композицию в виде развернутой книги, на которой будут отображены слова из произведения Лермонтова. Сквер «Пятидесятилетие Победы» находится на улице Ворошилова. На данной территории могут установить входную группу с элементами обозначения дат начала и окончания Великой Отечественной войны с оранжевой подсветкой, необычные фонари и новые скамейки. Также в планах привести в порядок каскадный фонтан – одно из главных украшений сквера. Сквер музыкальный расположен в районе улицы Грязнова. Здесь планируют продолжить спортивную тематику к существующей хоккейной, добавить баскетбольную площадку, обустроить теннисный корт, поставить уличные тренажеры, оборудовать детскую игровую зону. А чтобы оправдать музыкальное название сквера, установить оригинальный объект, выполненный из скрипичных ключей с подсветкой. Завершает пятерку лидеров сквер театральный. В случае победы территорию благоустроят, сделают функциональное зонирование, установят тематическую скульптуру и открытую сцену. Жители города могут ознакомиться с эскизами и внести свои предложения. Все эти проекты представлены на общегородское обсуждение на сайтах администрации города и Магнитогорского городского собрания депутатов. Любые неравнодушные люди, может быть практикующие архитекторы, может быть те, кто часто путешествует по России нашей, или бывают за рубежом и видят какие-то фишки, интересные моменты на других территориях, в других городах, захотят их перенести на нашу Магнитогорскую почву. И они могут высказать свое мнение, предложить по электронной почте, либо лично занести в один из кабинетов управления архитектуры. Предложения в письменном виде можно оставить в администрации города, либо отправить по электронной почте. Их будут принимать до 16 февраля. Мы соберемся в середине февраля, рассмотрим все эти замечания и предложения, обсудим их. Наверное, по практике прошлых лет мы некоторые из них принимаем во внимание и вносим изменения в существующий дизайн проекта. И все это будет учтено. Но стоит отметить, что ни одно из предложений наших горожан не будет откинуто в сторону. Каждое бы всесторонне рассмотрено. Дина Наумба, Ольга Аникина, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Хорошая новость для тех, кто традиционно не спешит выбрасывать елку. Отныне это еще и не модно. Тем более, что главный символ Нового года может принести пользу. Например, животным зимой не хватает витаминов, а елочные иголки – кладезь полезных веществ. Ствол тоже пригодится, ведь переработанная древесина – отличное удобрение. Как сделать доброе дело, узнала наш корреспондент. Главная роль сыграна, но списывать еще рано. Елка не мусор, поэтому дорога ей не на свалку. Экологическая сознательность должна быть во всех проявлениях жизни. Нас на эту идею подвигла телекомпания ТВИН, когда нас пригласили на передачу по поводу переработки елок. Мы решили организовать пункт по приему елок. Его организовали, реализовали, правда, эту идею немножко поздновато, когда уже большинство граждан елки отнесли на мусорные контейнерные площадки. Но, тем не менее, пункт приемки организовали возле торгового центра «Тройков». И вот теперь отведать хвои рады обитатели зоопарка Вабзакова. Яки, олени, ослики и бараны очень уж любят иголки на завтрак. Даже статная верблюдица Луна и ее бойфренд Яша не прочь полакомиться колючками, пусть и совсем пустынными. Это мощный антисептик. Очень большое количество витаминов содержится. Например, каротина в иголочках гораздо больше, чем в морковке. Как подстилка многие животные просто любят лежать. Даже те же тигры любят лежать на елочках. Ель, пихта, сосна – неважно. На утилизацию принимают любые деревья. Главное – не забыть освободить их от украшений и мишуры. В следующем году планируем начать информировать граждан уже до Нового года, то есть до 31 декабря. Мы в пунктах продажи елок уже организуем информационные щиты, куда можно будет их сдавать. Самих пунктов приема планируем организовать не менее 10 пунктов. В Магнитогорске, к сожалению, инфраструктура для утилизации елок не создана. Но экоактивисты не отчаиваются, хотя и надеются на помощь местных властей. Есть такая идея договориться с управляющими компаниями, для того, чтобы они выделили место, куда люди будут приносить елки, чтобы это была не сама контейнерная площадка, а где-то рядышком. И уже с контейнерных площадок, с этих мест сбора, мы будем вывозить елки. Зоопарк Абузаковский говорит, что готов принять елочки в неограниченном количестве. Юлия Бударина, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Дорожные хроники в событиях. Автобусные остановки Магнитогорска освобождают от припаркованных автомобилей. Жалобы от горожан на невнимательность автовладельцев к разметке, знаком и правилам поступают из всех районов города. Такие ситуации не только доставляют неудобства пассажирам, но и мешают работе общественного транспорта. Чтобы напомнить автомобилистам о важности соблюдения правил парковки, сотрудники госавтоинспекции вышли в рейд. Эта остановка общественного транспорта на Тивосяна-15 никогда не пустует. Маршрутки курсируют постоянно, а сам карман находится рядом со школой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждое утро и вечер десятки школьников приходят на это место, которое родители с недавних пор считают не совсем безопасным. Ведь из-за взрослых, которые устроили здесь массовую парковку, на остановке сложилась непростая дорожная ситуация. Ну в магазины в основном идут. Тут же магазинов-то много, дом большой и все в магазинах. Вот и как бы занимают остановку. Бывает, что очень много машин, и даже на маршрутку сесть невозможно получается. Им приходится на проезжей части останавливаться. И ну как бы затрудняются движения, потому что они мешают другим участникам. А пассажиров забрать им надо. В результате высадка и посадка пассажиров тоже происходит на проезжей части. Наиболее уязвимыми в такой ситуации оказываются люди с ограниченными возможностями, пожилые граждане и родители с детскими колясками. Не желая с этим мириться, горожане пожаловались на автовладельцев в соцсетях Магнитогорска. Этот пост вызвал большую отклик у магнитогорцев, которым тоже нашлось что рассказать. На юности я постоянно там сажусь. Там постоянно машины встают и занимают место, где останавливается маршрутка. Ну я считаю, что это безобразие, что машины останавливаются и приходится выходить на проезжую часть. Классно, конечно, еще и скользко, ведь вообще-то вот тут на остановках практически везде скользко. Выглядишь тут под машину, под колеса навернешься. Изначально же машины не должны к остановке ставить, насколько я знаю. Ставят. Я вот ближе к площади мира живу, там я и вижу. Потому что больше как бы окружение такое место, более людное, поэтому бывает. Именно вот здесь видела я. Конечно, мешает, машина мешает. На маршрутку сесть не могу, вот отсюда убирать надо. Сотрудники госавтоинспекции Магнитогорска отреагировали на жалобу рейдом. В ходе его проведения припаркованные на остановках машины эвакуировали на спецстоянку. Их хозяевам выписали штрафы в размере тысячи рублей, а также разъяснили правила дорожного движения в части парковки автомобиля. Остановка стоянка запрещена в районе остановок общественного транспорта, обозначенной разметкой 11171, 11172, либо дорожным знаком 516. И не ближе 15 метров от дорожного знака. Поэтому, к сожалению, некоторые граждане допускают подобные нарушения, тем самым создавая препятствия пешеходам, когда они осуществляют посадку, высадку маршрутные транспортные средства. За нарушение правил парковки на остановке общественного транспорта в 2023 году 138 автомобилей были задержаны и перемещены на спецстоянку. По итогам данного рейда были эвакуированы еще 4 машины. Стоит сказать, что в этом году данная работа будет продолжена уже с привлечением жителей города. Горожанам предложили составить и озвучить сотрудникам ДПС свой список наиболее проблемных остановок. Граждане могут самостоятельно сообщать о фактах нарушения правил остановки стоянки в районах остановок маршрутных транспортных средств, фотоматериала, а также видео направлять на сайт ГИБДД России, вместе с заявлением прикладывать. А также сообщать дежурную часть госавтоинспекции по телефону 209013-209014. Промплощадка в событиях. Вместо кабинета – просторы городского курорта притяжения. Топ-менеджеры ПАО ММК провели выездное совещание в необычной обстановке. Перед тем, как обсудить серьезные вопросы, руководители приняли участие в различных видах спорта. Вот так радушно в городском курорте встречали почетных гостей. В праздничный день крещения топ-менеджеры комбината приехали в притяжение, чтобы обсудить ряд вопросов. Формат встречи для некоторых стал неожиданностью. Стрельба из лука, стрельба из пистолета по мишени и биатлонной установки. Поэтому просьба выбирать виды. Кто хочет пострелять, милки против. Для руководителей подготовили ряд спортивных состязаний. Первый этап – испытание на меткость. В числе желающих – директор по экономике ПАО ММК. Андрей Еремин говорит, вспомнил детство. В целом мероприятие хорошее. Место очень прекрасное, современное, где можно проводить время. Ну и сегодня мы испробуем некоторые активности. Стрельба из лука, вспомним, как это мы делали в детстве. Ну и из пистолета. Как результаты? Результаты? Ну, можно лучше. Но будем тренироваться, почаще приходить, тренироваться и результаты будем поправлять. Точное попадание в цель руководители демонстрировали на втором этапе. Здесь им предстояло совершить ряд бросков и забить в воротах как можно больше шайб. Играл раньше в хоккей, но сейчас это уже как-то время не хватает особо в хоккей играть. А в футбол иногда побегиваем, нормально все. Прекрасное мероприятие, отлично организованное. Спасибо спортивному клубу «Металлу», что так организовал. Ну и, конечно, администрации протяжения. Посмотрите, какая красота тут у нас. Так что всех приглашаю, приходите. По душе гостям пришлась и русская забава. Метание валенка. И футбол. И уже после спортивных развлечений состоялось совещание. Сегодня хотим запустить такой проект по спортивным активностям среди руководителей. В ближайшие несколько месяцев руководители с отчетом будут, планируется, что будут отдыхать здесь в парке притяжения, заниматься разными активностями спортивными. Бег, ходьба, лыжи, беговые, горные лыжи, беговые лыжи, сноуборд, даже велосипед, зимний велосипед, широкими колесами. Руководители, наряду со всеми жителями города, могут приезжать, приходить и осваивать. Поэтому я тоже всех приглашаю. Парк притяжения активно сейчас осваивает все эти зимние виды отдыха. И любой желающий может прийти и попробовать. Но руководители еще будут соревноваться между собой, кто дальше, быстрее, дольше, активнее покажет себя в это время. Стоит отметить, в городском курорте притяжение рады всем посетителям. Здесь найдутся развлечения и для маленьких, и для взрослых гостей. Причем в любое время года. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, Александр Макаров, телекомпания «ТВИН». Продолжаем рубрику «Портретной галереи героев производства». Старший диспетчер цеха железнодорожного транспорта Павел Плотников был признан лучшим работником по итогам трудовых соревнований. Руководство отмечает его логистические способности, умение принимать решения в экстренных ситуациях. Сейчас в его ведении находятся две станции – Метизны и Калибровщиков. На одной из них побывала наша съемочная группа. Это настоящий командный пункт – диспетчерская станция Метизны. Именно отсюда ведется руководство всеми перемещениями железнодорожного транспорта на территории ММК «Метиз». Наша задача – обслуживание завода, это его снабжение металлоподкатом, обеспечение порожних вагонов под погрузку готовой продукции и дальнейшим их отправлением уже непосредственно за пределы комбината. Павел Плотников стал железнодорожником по примеру отца, который работал в локомотивном цехе. Павел Степанович сначала закончил 53-е училище, затем МГТУ. В 2013 году пришел работать в цех железнодорожного транспорта помощника-машиниста. С 2016-го стал исполнять обязанности старшего диспетчера, а в 2018-м назначен старшим диспетчером. Молодого, но активного и любознательного специалиста было видно сразу. С первых дней он включился в рационализаторскую работу. Просто работаешь, какие-то видишь слабые места, что-то хотелось бы улучшить. Где-то начинаешь что-то смотреть, какую-то литературу, что-то новое. И поэтому все сразу. Просто все равно видно слабые места, хочется, чтобы было лучше. Павел Плотников пользуется уважением не только у руководства, но и своих подчиненных. Слаженный коллектив – это главное в железнодорожном хозяйстве. К каждому из сотрудников нужен свой подход. С холодной головой. С холодной головой понимание персонала. Потому что персонал – это боевая единица, без которой просто никуда. Особенно у нас на комбинате. Полученные знания и навыки Павел Плотников активно передает и молодым специалистам. Он также является грамотным наставником. Павел Степанович активно участвует в рационализаторской деятельности. У нас еще всех молодых, исполняющих обязанности диспетчеров, именно через него проводим. Он нас очень грамотно умеет учить новых специалистов. За годы своей работы на железной дороге Павел Плотников показал себя как ответственный и профессиональный специалист. А его любовь к своему делу и стремление к совершенствованию помогли ему добиться успеха и стать лучшим работником. Работа нравится тем, что каждый раз что-то новое. Много всяких задач, такие логистические задачи, которые нужно решать. И всегда работает мозг. Не постоянно одно и то же. Всегда что-то меняется новое. Нет такой стагнации, так скажем. Павел Берсенев, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Специалистов такого уровня найти непросто, говорят о нем коллеги. Оперативность, сообразительность, умение быстро принять решения. В очередной раз лучшим по профессии признан бригадир участка отделки металлов листопрокатного цеха номер 8 Валентин Яценко. Точность в его профессии – одно из главных качеств. Бригадир Валентин Яценко ответственен за то, чтобы потребителю доставили нужную продукцию. Скрупулезно проверяет номер заказа, партии, вес, чтобы рулоны и поддоны не были повреждены. В его круг обязанностей входит целый ряд задач. В формировании вагонных норм, чтобы металл доехал до потребителя в целости и сохранности, в проверке раскрепления груза и погрузки автомобилей. Основные заказчики цеха – крупнейшие автомобильные и машиностроительные заводы. ЛПЦ-8 является лидером в России по производству холоднокатанной ленты из углеродистых и высоколигированных конструкционных сталей различного назначения. Сортамент огромный. Уметь разбираться нужно во всех тонкостях. Такая специфическая работа, что не каждый с этой работой может справиться. Нам надо и оперативность, чтобы была на высшем уровне, и сообразительность была. Не каждому дано это, но Валентину это далось легко, и марку он поддерживает всегда. Валентин Яценко пришел в ЛПЦ-8 в 2016 году после учебы в Политехническом колледже. Усердие и высокую работоспособность молодого сотрудника сразу отметило начальство. Сегодня Валентин Максимович пользуется репутацией одного из самых надежных специалистов цеха. С Валентином Максимовичем работаем мы не первый год. Закомендовал он себя только с положительной стороны, ответственный молодой специалист. Как бы к работе подходит с толком, доделывает ее до конца, но потом ничего не оставляет. По работе к нему никаких претензий нет. Бригадир весь день на ногах. На вопрос, как же он отдыхает от такой подвижной работы, Валентин смеется, бегает. Он футболист, играет в любительской лиге. В выходные, когда свободное время есть, играем с друзьями. Своя команда есть, играем в футбол. Снежный мяч Преснякова участвовал, играю. Звание лучшей по профессии Валентин Яценко получает за свою карьеру уже не в первый раз. Валентин Максимович уверен, это потому что коллектив у них слаженный, понимают друг друга с полуслова, а работать так намного легче. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, телекомпания ТВИ. На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил дипломы и кубки победителям областных спартакиад и конкурсов по итогам 2023 года. Церемония награждения состоялась накануне в Челябинске. Главный трофей получили представители металлургического комбината. Сборная ММК заняла первое место в спартакиаде среди работников крупных промышленных предприятий. В зале резиденции губернатора собрались представители разных профессий и поколений. Всех их объединяет одно – любовь к спорту. Каждый из вас, друзья, в прошлом году внес свой вклад в развитие спорта, физической культуры в нашем регионе. И во многом благодаря вам наш регион является одним из самых спортивных регионов в стране. Пришло время подводить итоги за спортивные заслуги. Наградами отметили тренеров, руководители предприятий, ветеранов труда и спорта, а также глав муниципалитетов. Кубки и дипломы вручили победителям и призерам спартакиад среди работников производственных предприятий. За первое место награждается публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат города Магнитогорска». Кубок вручается Коваленко Алексей Юрьевичев, начальник управления делами и социальным развитием. Седьмой год подряд команды МНК занимает первое место в спартакиаде среди работников крупных предприятий и становится самой спортивной в регионе. Главное – желание, желание, и мотивация появится. Если поддерживаешь здоровый образ жизни, то и силы будут, и желание. Кубок хороший, завоеванный, правильно. Соревнования проходили в течение всего года. В программу спартакиады вошли 9 видов спорта – лыжные гонки, многоборье, комплексы ГТО, плавание, настольный теннис, шахматы, легкоатлетический кросс, волейбол, мини-футбол и баскетбол. Спартакиада – это не один вид спорта. И здесь участвует много людей. Конечно, может быть, в каких-то видах сопутствовала нам удача, чтобы взять первое место. В каких-то видах пришлось маленько потерпеть, постараться и упереться. И мы знаем же, что легких-то побед, как правило, не бывает. Поэтому приходится весь год держать себя в высокой физической форме, чтобы показывать те результаты, которые показывает команда МНК. Добиваться высоких результатов помогают и созданные для тренировок и соревнований условия, говорят атлеты. Большое внимание развитию спорта, физической культуры, пропаганде здорового образа жизни уделяет металлургический комбинат. Хотел бы и поблагодарить руководство Магнитогорского металлургического комбината, что уделяет действительно внимание нашему направлению спортивному, уделяются средства, создаются условия для занятий. Это же работники ММК, то есть по подразделениям и так далее. Мы проводим свою внутреннюю спартакиаду среди подразделений. Из них выбираем лучший, который уже представляет ММК, уже на областном уровне. Кубок победителей займет почетное место среди других спортивных наград, а их в копилке спортивного клуба немало. Ольга Аникина, Владимировинский, телекомпания «ТВИН». Культура в событиях и лицах. Главный редактор программы новостей Токжитского гостелерадио. Собственный корреспондент программы «Время». Главный редактор проводного радио в Магнитогорске. Шеф-редактор информационного вещания телекомпании «ТВИН». Автор и руководитель целого списка телепроектов. Все это наш друг и учитель, тележурналист с большой буквы Валентина Марковна Никифорова. 22 января она отметила свой юбилей, который мы, ее ученики, используем как повод проанализировать хотя бы поверхностно роль Валентины Никифоровой в становлении и развитии уникального в масштабах страны социокультурного явления городского телевидения. Я приветствую всех, кто сегодня с нами. Вряд ли красивая девушка Валя в 1972 году с красным дипломом, закончившая учебу в Казанском университете, предполагала, что тектонические сдвиги конца прошлого века, развалившие Великую империю, пройдут и по ее судьбе. Конец 80-х. Некогда одна из самых спокойных республик СССР, Таджикистан, становится не просто горячей точкой, кровоточащей раной, спасаясь от резни в буквальном смысле, Валя Никифорова в составе целого творческого десанта, а точнее группы беженцев, приезжает в Магнитогорск. Прибытие в наш город профессионального журналиста такого уровня совпало по срокам со вторым рождением магнитогорского телевидения. В составе государственной телерадиокомпании тогдашнего времени профессиональные по специальности журналисты были большой редкостью. Валентина Марковна практически сразу становится главным редактором. Сначала телевизионного вещания, а затем проводного радио. Для того, чтобы состояться в профессии, вряд ли мы бы состоялись, если бы не было людей, которые знали о культуре телевидения из тех других времен, из более ранних, которые владели и словом, и эстетикой телевизионной, и способом существования в кадре и так далее. И вот нам таких людей очень не хватало. И когда Валентина Марковна пришла к нам уже с очень серьезным опытом серьезного телевидения, для нас это было спасение. И без всякого преувеличения можно сказать, что если мы, я, состоялись в этой профессии, то только благодаря Валентине Марковне и тем людям, которые нас этому научили. Кадры, которыми мы иллюстрируем этот материал, сняты в рамках одного телепроекта «Приемный день вторник». Автор Валентина Никифорова. На протяжении нескольких лет, каждую неделю, в эфире МГТРК появляются люди, знаковые для нашего города. Художники и металлурги, политики и ученые, альпинисты и спелеологи, руководители города, области, комбината. В те годы среди руководящего состава ходила шутка. Что-то не так у начальника, если он не был в эфире «Приемного дня» вторник. Сложнейший в исполнении жанр интервью Вале Никифоровой давался на удивление легко. Скорее всего, причина в филигранном таланте ценить личность человека во всем ее многообразии, умение найти контакт. Я ей фамильярничаю, называя взрослого, солидного человека, просто Валя, потому что она так меня сама научила, когда в далеком 92-м году она рассказала, что у журналистов нет отчеств, все обращаются друг к другу на «ты». Сразу за этим последовало приглашение попробовать себя в эфире. Ровно через 15 лет и то же Никифорова позволила Игорю Гурьянову второй раз зайти в эту бурную реку под названием «Телевидение» и показала место ведущего еженедельной информационно-аналитической программы «Время местное события недели». В начале нулевых в городском медиапространстве качественно новый этап. С Никифоровой напрямую связаны. В 2004 году телекомпания ТВИН выходит в эфир прорывным проектом «Магнитогорское времечко». Идет коренная перестройка информационного вещания в целом. Появляется первый и до сих пор единственный опыт молодежного проекта «Молокосос». Шеф-редактор Валентина Никифорова. Уже не в эфире, а на руководящей должности все те же строжайшие требования к себе и молодым коллегам. К качеству продукта, но главное к слову. Это она не устает до сих пор повторять. Дескать, мы, журналисты, обязаны предугадать, чем слово наше отзовется. Она не давала нам скатиться ко вседозволенности в какой-то момент. Потому что, ну, по мнению некоторых, а современное телевидение, современный мир, можно говорить вообще все и пренебречь любыми правилами. Вот она помогала понять, что правила должны оставаться правилами. Как технически, в плане формирования новостного материала, так и этически, например, что нельзя только одной стороне давать слово. Нужно выслушать обе. И это как раз те навыки, которые должны отличать журналиста, например, от блогера. В наше быстротечное время век тележурналиста недолог. Первым ученикам Валентины Марковны уже крепко за 50. Многие ушли из эфира, другие из жизни. Молодым уже нужно объяснять, кто такие. Смирнова, Еременко, Уткина, Слободнюк. И когда кто-то из нынешних студентов МГТУ вдруг возьмется за дипломку что-то вроде «История становления городского ТВ», то в ней обязательно должна быть глава о профессионале с самой большой буквы Валентине Никифоровой. Игорь Гурьянов, Евгений Грудев, телекомпания ТВИ. Продолжаем программу. Большой юбилейный концерт, гастрольный тур по городам Казахстана и Осетии, гран-при петербургского конкурса «Балтийская жемчужина» и участие в проекте «Илзы Лиепы» «Весна священная» в обойме лучших танцевальных коллективов России. Все это лишь за год в жизни хореографической студии «Дети-магнитки». Каким стал 2023 год в танцевальной летописи большого талантливого коллектива «Магнитогорска», рассказывает наш корреспондент. Когда я и тоже то, что прожил, энергия шага становится ярче. Рассказывая о невероятных проектах и победах хореографической студии «Дети-магнитки», такое вольное продолжение цитаты Владимира Маяковского звучит обоснованно. У этих талантливых детей один конкурс перетекает в другой. Фестивальные друзья становятся партнерами больших гастролей, а выступление на подмостках «Магнитогорска» ступенькой к выходу на сцены самых разных городов России. Огромный проект фонда Карташовой «Реус» «Танцевальные мосты дружбы». И вылился он в гастрольные концертные поездки. Первая – это ребята посетили города Казахстана. А вторая поездка – это Осетия, Северная Осетия, где тоже очень тепло и доброжелательно встречали наших маленьких артистов. Совместная работа с Фондом развития народного танца «Реус» и Карташовой вылилась в любопытный театрально-хореографический опыт, где на сцену вместе с воспитанниками коллективов «Магнитогорска» и «Челябинска» вышли их педагоги. «Помоги мне, пожалуйста, брата найти и домой отправиться. Я заблудился. Без тебя у меня, правда, ничего не получится». «Ну хорошо, хорошо. Не печалься. Помогу я тебе». Для меня было таким открытием, когда я вдруг увидела искреннее переживание, как дети переживают за мою работу в спектакле. «Смогли сказать друг другу слова, которые обычно нам говорит Светлана Викторовна. Ну, это слова поддержки, это слова, которые помогают нам настроиться на нужный лад, почувствовать настроение номера, войти в роль в первую очередь, потому что, когда мы танцуем, нам очень-очень важно показать историю этого номера». Спектакль «Сказка. Точка невозврата» увидели в Екатеринбурге, Челябинске, Каменске, Уральске, Шадринске и везде любовь публики и горячие аплодисменты. Из этого рождается уважение к своему зрителю. «Наверное, в первую очередь, отношение к людям, которые смотрят нас, которые слушают музыку, под которой мы танцуем, которые видят, как мы двигаемся, как мы выступаем. И они уважают это, и ходят, и смотрят, и это очень приятно». Сложно сказать, какой максимум могли собрать юные таланты, если бы позволила площадка. Но одного трехчасового концерта, посвященного 20-летнему юбилею студии, для Магнитогорска оказалось мало. Роскошное действие, достойное столицы, показывали дважды. Кстати, московская сцена в этом году тоже была. Наши магнитки прошли многоступенчатый отбор и стали лауреатами национальной премии «Ильзи Льепы. Весна священная». Под занавес года галоконцерт прошел на площадке Московского парка «Зарядье». «Победа в этом конкурсе – это, опять же, участие в следующем проекте, большом спектакле «Ильзи Льепы». Премьера спектакля состоится в ноябре уже 2024 года, и спектакль будет называться «Конек-горбунек». Вступивший в свои права 2024 год для хореографической студии «Дети-магнитки» обещает стать столь же насыщенным. Гастроли, конкурсы, спектакли, маленькие танцовщики, но большие трудяги уже 20 лет прочно удерживают высочайший уровень хореографии, которому рукоплещут во всех городах России. Так было и так будет. Мы любим танцевать, мы любим прочувствовать все то, что мы делаем. Поэтому, когда мы выходим на сцену, мы не чувствуем никакого выгорания, мы чувствуем то, что мы делаем, то, что должны. Царство рояля. Вот уже в третий раз в детской школе искусств «Дом музыки» состоялся необычный концерт. Все произведения на рояле исполняли ученики, для которых этот инструмент является дополнительным. На один вечер ребята отложили свои аккордеоны, флейты, скрипки, гитары, чтобы выступить в качестве пианистов. Наша съемочная группа побывала на концерте и убедилась – талантливый человек талантлив во всем. Турецкая ронда Моцарта. Это произведение Георгий Шульга исполнял уже множество раз. Правда, на аккордеоне. В музыкальной школе юноша учится с четырех лет и буквально влюблен в свой инструмент. Отсюда и высокие результаты. Самое ценное – это, наверное, губернаторская премия. Вот в этом году получил. Текслеру руку жал. Как впечатление? Ой, да, в Челябинск ездили. Ощущение незабываемое. А вот игра на фортепиано – часть образовательной программы. Потому за клавиши садятся даже те, кто играет на духовых, ударных или народных инструментах. Тяжеловато, потому что совершенно другая техника. Духовики. Они дуют, у них другая аппликатура, постановка рук. Поэтому сказать, что кому-то он дается проще, а кому-то тяжелее – нет. Все зависит от желания ребенка, от его технических возможностей и физиологических особенностей. Мне очень тяжело на фортепиано было перейти сначала, но потом я уже привык. И, ну, играть начал хорошо. Концерт «Царство рояля» проходит в Доме музыки уже в третий раз. Участвуют в нем дети разного возраста. Самым маленьким на сцене помогают педагоги, играя в дуэте с ребятами. Организаторы говорят, конкурсов для общего фортепиано не так много. Поэтому для детей такое выступление – настоящий праздник. и возможность показать свои умения, навыки и таланты. Елена Старостина, Аркадий Стариков, телекомпания «ТВИН». До сессии еще далеко, зато самое время для веселья. Тем более 25 января у всех студентов был праздник. В Политехническом колледже в Татьянин день целый калейдоскоп мероприятий. У студентов помимо учебы была возможность побыть и в роли преподавателей на лекциях и педсовете, и в роли артистов на сцене. Один день из жизни студента в нашем сюжете. В сварочной лаборатории кипит работа. Будущие молодые специалисты постигают науку, как правильно выдержать угол наклона электрода. Студент второго курса Валерий Пороснов с детства мечтал стать сварщиком, как его отец. Говорит, чтобы шов был аккуратным, надо постараться. А поскольку практика у них началась только с этого года, пока получается не сразу. Сегодня у Валерия плотный график. Помимо учебы масса дел. В день самоуправления, который был объявлен в честь студенческого праздника, он сегодня заведующий отделением, торопится на педсовет, который возглавляет. Дорогие коллеги, сегодня у нас был день самоуправления, тяжелый день. Тема педсовета серьезная. Какие меры надо принять, чтобы замотивировать детей? Почему студенты ленятся и нужно ли быть жестким преподавателем? Дискуссия разгорелась нешуточная. В принципе, день самоуправления – это очень веселый, интересный праздник. Ребята пробуют себя в роли учителей. На самом деле, это очень интересно. Сразу после серьезного мероприятия Валерий торопится на репетицию. Считанные часы остаются до выступления их команды в большом конкурсе КВН. Всем привет! Представим нашу команду славянский! Славянский! Состав команды, конечно, интересный. Здесь и повара-кондитеры, и сварщики-металлурги. Ребята объясняют – так интереснее. И шутки получаются разноплановыми и актуальными. На общежитии я прочитал объявление «Перебои с горячей водой». Перебьются первые и третьи этажи. В многопрофильном колледже учатся 1708 человек по 18 направлениям. Самые популярные – машинист локомотива, обеспечение информационной безопасности и мехатроники. Многие из них сегодня выйдут на сцену со своими номерами. В колледже, говорят, задействовать в веселую общественную жизнь стараются каждого ученика. Я студент в этом колледже уже третий год. И третий год подряд по традиции мы справляем День студента. И в этот день мы устраиваем себе небольшой праздник – это КВН-выступление. На втором году обучения, помню случай был, у меня увидел театральный редактор, который приходил на наше КВН-выступление. И весь второй курс я занимался в театральном нашего колледжа. Что я хочу пожелать студентам, чтобы они были всегда веселые, всегда улыбчивые, потому что студенческая жизнь должна быть такая, она должна проводиться на веселе, с легкостью. Я студентам пожелаю, конечно же, побольше ума в нашем новом, недавно начавшемся году. Чтобы у них были успехи и в учебе, и помимо учебы в работе, но чтобы работа не мешала учебной деятельности. В День студентов я желаю, в принципе, студентам, наверное, оценок хороших, настроения, удачи, счастья. Юлия Черешнева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Так вот-то какой северный олень. В зоопарке Абзакова очередное пополнение молодого северного оленя в начале года подарила футбольная команда ЦРМО-9 ПАО ММК. Как чувствуют себя рогаты новосел и страшны ли уральские холода северному гостю, узнавала наш корреспондент. В начале января в деревне Кутуево, что в Училинском районе, состоялся уже четвертый зимний турнир Алатау-Ейины. Он собрал 16 команд из двух регионов – Челябинской области и Башкирии. Победителем турнира стала команда ЦРМО-9 из Магнитогорска. На групповом этапе магнитогорцы катком прошлись по всем соперникам, выиграв три матча с разницей матчей 25 к одному. Главным призом Алатау стал настоящий северный олень. Мы подумали всей командой, что же с ним делать. Ну и такого красавца куда еще деть? Конечно, только зоопарк, чтобы все видели, радовались, когда смотрели на него. Наши дети, все дети нашего Павла Мака и всего нашего города Магнитогорска. Уроженец Ханты-Мансийского автономного округа был назван Алатау в честь футбольного турнира. Новый обитатель зоопарка пока привыкает к отдельной площади. Олень безумно обаятелен и уже общается с соседями через ограждение. Он вообще общительный, очень быстро привык, что его здесь подкармливают всякими вкусняшками. Любит яблочки, любит морковку. Красивый, радует наших посетителей, особенно ребятишек. Теперь будем чаще ездить. Ездили не так часто, но теперь сейчас. Теперь почаще, да. Отдыхать. Отдыхаем здесь периодически. Теперь еще и зоопарк будет такой. И теперь еще олень, которого вы заслужили, заработали. Можно приезжать и гордиться, да, детям пока? Да, конечно. Это уже определенная история, которую можно говорить, проходя мимо него. Морозы Алатау не страшны. Обильному снегу только рад. Впрочем, как и другие обитатели зоопарка Абзакова. Это олень северный, и у животных в основном все зависит от кормления. Если полноценное кормление, рацион получает все витамины, микроэлементы, то все хорошо. А так у него есть домик, в котором подстилка из соломы. Если вдруг ему некомфортно на улице, он зайдет, погреется. Сотрудники зоопарка надеются, что Алатау не только принесет радость посетителям, но и сможет создать семью и произвести потомство. Сказали, что выиграют следующий турнир по футболу и привезут нам девочку для него. Юлия Бударина, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИ. И на этом наш выпуск завершен. Новую информационную картину уже начали рисовать наши корреспонденты. Значит, будет повод встретиться через неделю. Кстати, уже в феврале. А там и календарная весна. В нашем климате теплее. Это уже хорошая новость. Увидимся там же. Время местное.